Всем привет, меня зовут Спартак Спартакович. Сегодня я хочу попробовать немножко необычный формат. Обычно я записывал короткие ролики по 2-3 минуты и пытался объяснить что-то. Но на самом деле не очень выходило. Мне многие писали, что типа, ой, нифига не понятно, слишком быстро. Поэтому я постараюсь поэкспериментировать и сделать уроки, то есть целым кадром, да, то есть без никаких нарезок я буду все медленно делать и буду использовать побольше практики. Если вам зайдет такой формат, то как-то отреагируйте. Будет минимум монтажа, больше действия. Сегодня проходим тему корни. Это тема 8 класса, она для понимания очень простая, но ее глубокий уровень бывает тяжелый. И не все понимают. То есть когда вот второй части, например, в УГ проходит, корни бывают сложно как-то вот. Поэтому поехали, тема корни. Что это такое? Есть у нас тема степени. У меня есть видео на канале, можете его посмотреть, если не знаете, что это такое. То есть это х в квадрате, это х умножить на х. Да, мы проходили это. Например, 4 в квадрате это 16. 4 умножить на 4 будет 16. 7 в квадрате это 49. 12 в квадрате это 144. А смотрите, если будет корень из 16, корень из 49, корень из 144, мы делаем обратное действие. То есть вот здесь вот мы возводили в степень, да? Возводили, получали 16. А тут наоборот, мы убираем эту степень. То есть корень из 16 это будет 4. Корень из 49 будет 7. Корень из 144 будет 12. Так, у нас без нарезки, поэтому давайте я сотру. Попробуем другие примеры. То есть пока делаем выводы, что тема степени, тема корни это обратная тема степени. Давайте еще рассмотрим, какие. Например, корень из 0,81, да? То есть это число, его уже возвели в квадрат. То есть что-то на что-то умножили и получилось 0,81. Ну, если вы знаете, что такое 81, это девятка. А раз 0,81, то это будет 0,9. 0,9 умножить на 0,9 будет 0,81. И мы делаем просто в обратную сторону. Если было вот так в квадрате, у нас получилось бы 0,81. А мы делаем в обратную сторону. То есть из возведенного в квадрат как бы делаем обратно. Давайте теперь дробь попробуем. 4,9, да? То есть что-то умножили само на себя, какую-то дробь, и получилось 4,9. Ну, смотрите, четверка это что у нас? Двойка, да, будет 2 на 2,4. А девятка это 3 на 3. Поэтому получится 2,3. Давайте еще. Например, 1 сотая. То есть 1 на 1, да, но только с десятичными дробями будет 0,1. Надеюсь, это понятно. То есть тут чуть-чуть нужно знать просто степени. Давайте еще примеров. Хорошо, еще, еще, еще. Вдруг не все поняли? Если, кстати, вы смотрите мои ролики и что-то непонятно, просто чуть-чуть отмотайте назад, еще раз послушайте, попробуйте записать, и может быть у вас получится. Давайте еще. Корень из 169. Корень из 25. Корень из 64. Корень из 0,64. Корень из 625. Поехали. Что это у нас получится? 169 это 13. 13 умножить на 13 будет 169. Делаем обратное действие. 25 это 5. 64. 8 на 8. 64. Таблица умножения. То же самое, только теперь с десятичной дробью. Будет 0,8. 0,8 умножить на 0,8 будет 0,64. 625 это 25. 25 умножить на 25 будет 625. Много болтаю, но надеюсь, примеров достаточно показал. Давайте перейдем к таким небольшим свойствам корней. Смотрите. Если у вас записано, например, корень из 8 умножить на корень из 2. Как вы думаете, что нужно сделать? Ну, просто запишем, давайте их вместе. То есть, корень из 8 умножить на 2. Ну, то есть, вот записали просто их вместе. Получилось корень из 16, получится просто 4. 4 на 4 будет 16. Корень из 16 это есть 4. По-другому попробуем. Корень из 8 поделить на корень из 2. Как вы думаете, что нужно будет сделать? То же самое. То есть, записываем их вместе. Получится 8 поделить на 2. Будет корень из 4. А корень из 4 это 2. Потому что 2 на 2 это 4. Мы делаем обратное действие. Так. И смотрите, еще одно свойство. Если какое-то число под корнем и в квадрате, например, 307. Если оно под корнем и в квадрате, то будет это же самое число. Давайте еще раз. Если, например, корень из 2104 в корне и в квадрате, мы просто пишем это же число. Вот такое свойство. Потому что мы сначала кидаем в корень, а потом возводим в квадрат. Ну, это как делить на одно и то же число, а потом умножать на то и то же число. Получится, ну, короче, не изменится. Немножко подтупливаю, потому что все одним дублем пишу. Давайте попробуем какие-то примерчики. Сотрем сейчас все это. Но, в принципе, если вот вы уже все это понимаете, тут уже как бы тема почти пройдена. То есть ничего дополнительного не будет. Ну, то есть дальше. Так, я вот специально тут примерчики записал. Давайте мы сейчас их запишем. Так, ну, например. Поехали. Корень из 81. Корень из 9,16. Корень из 0,64. Вы можете пока ответ описать. Дальше. Так, например. Корень из 0,49. И, например, корень из 3. Что у нас получится? Корень из 81. Это 9. Да? 9 на 9,81. 9 шестых. Девятка это что? 3 на 3. 16 это 4 на 4. Получится 3 четвертых. 0,64. Мы уже делали. Это будет 0,8. 0,49. Что при умножении дает 49? Это семерка. Ну, раз у нас десятичная дробь. Это будет 0,7. И корень из 3 это что? Девятка. Верно? Потому что 3 на 3 будет 9. Нет. Это неверно. Потому что нам вот это число нужно умножать само на себя, чтобы получилось вот это. То есть, нужно... Короче, нет такого числа корня из 3. Есть корень из 9. Корень из 9. Тогда это будет тройка. Потому что 3 на 3 это 9. Мы делаем обратное действие. Еще раз. Корень из 3 ничему не будет равен. Это просто корень из 3. То есть, нет такого целого числа. Я надеюсь, что я уже недолго делаю, чтобы видео полчасовое не вышло, потому что тема очень простая. Ну, более-менее. Так. Ну что? Давайте поделаем более сложные примеры. Корень из 144. Плюс 5 корней из 0,81. Вы начинаете. Я пока пишу. Значит, 4 корня из 2. И все это в квадрате. А корень из 0,16 умножить на 25. Минус 6 корней из 1,36. Давайте попробуем их сделать. Корень из 144. Это 12. Корень из 0. Здесь, кстати, умножение стоит между числом и корнем. Корень из 0,81. Это 0,9. То есть, плюс 5 умножить на 0,9. Получится 12. 5 умножить на 0,9 будет 4,5. Получится 16,5. Вот такой пример. Смотрите, я вам говорил, что если число в корне и в квадрате, то будет это то же самое число. Это про двойку. Но также нам нужно еще 4 возвести в квадрат. Она не под корнем. 4 в квадрате будет 16. И будет ответ 32. Что мы делаем здесь? Смотрите. Перемножим сначала. Это сколько будет? 16 на 25. Это 250 и еще 125 и 5. По-моему, это 4. По-моему, это 4. Да, это будет корень из 4, а корень из 4 это 2. Да? То есть, мы можем просто здесь написать цифру 2. То есть, здесь у нас получится 4, здесь получится 2. Корень из 4 это 2. Здесь корень из 1,36. 1 под корнем это 1, а 36 это 6. То есть, будет минус 6 умножить на 1,6. Шестерки сокращаем. Тема дроби. Получится 2 минус 1. Да? Здесь шестерки сократилось, осталось только единичка. И ответ будет 1. Так. Давайте еще сложнее. Ну, я, конечно, мог бы этот момент нарезать. Да? Но раз уж тестирую, то тестирую. Давайте. 11 умножить на... Корень из 11 умножить на 44. Корень из 44 делить на корень из 11. Корень из 6 в квадрате. Ну, вот это простенький последний. Здесь что получится у нас? 44 на 11 это у нас 484. Тут уже посложнее. Тут надо степень от 20 плюс знать. Ну, это... То есть, можете знать, что 20 на 20 это 400, да? И четверка на конце. Значит, что-то на что-то при умножении в конце дает 4. Ну, скорее всего, это 2. Поэтому это 22. Тут дробная черта. Я напомню вам, кто забыл тему обычной дроби. Это просто знак деления. То есть, мы можем записать. То есть, мы можем записать это вот так вот. А как это делать, я показывал. Просто записываем под одну дробь. 44 делим на 11. Получим корень из 4, а корень из 4 это 2. Последний пример. Если под корнем и в квадрате, то это будет то же самое число. Ну, и давайте последний уровень разберем. Тут сложнее всего. Это называется уравнение. Вот тут многие уже могут не понять. Это, наверное, отдельный ролик по уравнениям. Потому что тут будет 2 знака. Смотрите. Например, начнем с простенького. Корень из х равен 3. То есть, какое число нам нужно подставить под х, чтобы получилась тройка. Ну, можно сразу сказать, что это 9. Но давайте просто возведем в квадрат все. То есть, и левую часть возведем в квадрат, и правую часть возведем в квадрат. Корень из х умножить на корень из х будет просто х. Если число под корнем и в квадрате, то это будет то же самое число. А 3 в квадрате будет 9. Поэтому такой простенький ответ. Сложнее. Корень из х минус 4 равно 0. Минус 4 перекидываем направо. Получим корень из х равен 4. Возводим в квадрат. Получим х равно 16. Следующий пример. Тут сложнее. Вот тут многие не понимают. Вот тут многие не понимают. х в квадрате равен 9. Смотрите. Какое-то число при умножении самого на себя дает 9. Вы сразу скажете, что х равен 3. Да? Это уже степень, это не корни. Но смотрите, такая вещь. Если вы минус 3 умножите на минус 3, то тоже будет 9, потому что минус на минус дает плюс. Поэтому в данном случае будет 2 ответа. Я 4 показал. 2 ответа. Вот. То есть, смотрите, как мы делаем. Мы кидаем все под корень. У нас получится корень. Здесь двоечка, кстати, поэтому называется квадратный корень. А здесь будет плюс-минус корень из 9. Здесь у нас степень и корень пропадает. Получится х равно плюс-минус. Вот эту двойку не обязательно писать. Я просто так ее написал. Ну, чтобы двойки сокращаются здесь. Это не обязательно. Корень из 9 у нас будет 3. И получится 2 ответа. Первый ответ будет плюс 3. Потому что плюс 3 умножить на плюс 3 будет 9. И второй ответ это будет минус 3. Потому что минус 3 умножить на минус 3 будет тоже 9. Поэтому будет не один ответ, а два. Забываю, что не нужно делать паузы, потому что я же не буду монтажить. Так, вот такой пример. Вот здесь вот все почти делают ошибку. Так что будьте супер внимательны. Я вас предупредил. Х в квадрате равен минус 3. Как думаете, чему будет равен х? Ничему. Потому что число в квадрате не может быть отрицательным. Число в квадрате либо 0, либо положительное. Просто запомните это. Поэтому пишем, нет решений. Вот здесь вот все косячат. Так, ну и последнее давайте. Х в квадрате минус 2,25 равно 0. Если вы это сделаете, то считайте, тема корня пройдена. Поехали. 3, 2, 1. Я поехал. Перекидываем. Получится х в квадрате равно 2,25. Тему уравнения можете посмотреть, когда мы перекидываем. Знак меняется. Теперь кидаем под корень. Получится корень в квадрате, корень из х в квадрате под корнем равно плюс-минус корень из 2,25. Получится, здесь просто выходит х, если число в квадрате и под корнем оно исчезает. А здесь будет плюс-минус 225. Кто знает степень, это будет 1,5. То есть, то, что есть запятая, будет не 15, а 1,5. Ну, если же, конечно, не врать, да, я бы, конечно, мог это продолжить, но это еще минут на 20 бы затянулось. Там как вносить под корень и заносить под корень. Это вот единственное, что осталось. Но в целом, чтобы решать там квадратное уравнение и еще какие-то действия с корнями, вот это вам с головы хватит. Вот. Если вам понравился данный формат, таким одним дублем, то отпишите как-то, дайте знать, нравится вам или нет. С вами был Спартак Спартакович. Удачи на экзаменах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok